Я поставлю тема «Как сделать игру узнаваемой» Евгений Ларионов. Всем привет! Я сам являюсь векторным художником. Мне бы, наверное, стоило рассказать о том, как рисовать, как придавать всякие характерные черты. Но я думаю, что собравшимся здесь это все будет не очень интересно. Я скорее расскажу, как использовать какие-то яркие персонажи в играх, как они помогают продавать игры, и как с их помощью можно на игре еще немножечко шить по ночам. То есть, как можно еще чуть-чуть заработать помимо игры на этих персонажах. Сначала о инструментах. У нас в студии работает 11 художников. У каждого абсолютно своя стилистика. Каждый работает в привычных ему программах. То есть, никакого диктата нет. Единственное, что у нас техника «Ваком». Но «Ваком» на самом деле альтернативы нет. Я бы это сказал и так, без того, что меня «Ваком» пригласил. Просто потому, что все остальное мы художникам, когда покупаем «Вакомы», после этого люди, которые там сидят на гениусах или на чем-то еще, им надо переставлять руку, если это непрофессиональные художники. То есть, они не умеют держать нормальное перо. Это сложный достаточно вопрос. И я, лично я, работаю в Короле, как и большинство наших ребят. На самом деле, это не тема для Батхеда, потому что мы делали в августе выставку, как выяснилось, крупнейшую в мире выставку векторной графике в Одессе. И люди, которые присылали работы в векторе, на самом деле по миру делится где-то… Процентов 40 работают в Короле, процентов 40 работают в иллюстраторе, и процентов 20 всякая мелочевка типа там Inkscape, такая экзотика. То есть, в мире Королл представлен очень широко. Ну, кто, на самом деле, кто к чему привык. Королл замечательная программа. Вот. Значит, есть несколько способов перенести, опять же, об инструментарии, перенести персонаж в электронный вид. То есть, некоторые у нас рисуют, вот это вот как раз проиллюстрировано персонажами из нашей последней игры, как они были сделаны, а художник рисовал их руками. После этого они сканировались, и можно обводить, обрисовывать по базовым линиям поверх, что я, в принципе, и делал, потому что мне в этой игре было мало чего делать, студия занималась, как бы. Можно трейсерить. В Королле, кстати, самые сильные инструменты трейса, изображение в вектор. То есть, на самом деле, у меня есть знакомые, которые работают сугубо в илле, а Королл держат только для того, чтобы в нем трейсерить вещи. Удобнее всего. Вот. Можно просто рисовать на планшете в векторе, что, в принципе, внизу на вакуумовском стенде очень хорошо видно. Можно сесть и просто попробовать порисовать. Это, на самом деле, очень легко. Тут главная сложность, что у человека, который рисует на бумаге, умеет рисовать художник, у человека, который сидит за планшетом, у человека, который рисует на том же цинтике, планшете, мониторе, это абсолютно три разных моторики. Вот бумага и цинтик, там, скажем, у планшета, монитор, она не сильно отличается, но тоже отличия есть. У человека, который садится за планшет, у него, в принципе, возникает некоторый резонанс между тем, что он рисует как на бумаге, а видит это на экране. То есть, надо моторику тренировать, на самом деле. Пока ты переходишь на нормальный планшет, проходит, ну, не знаю, у кого как, от двух месяцев до полугода. Правда, потом уже сложно с мышкой дружить, честно говоря. Вот. Вот это рисовалось сразу в векторе. Вот эти персонажи. Вот они здесь показаны в сетке, и вот они же, как бы, раскрашены. Это наша старая игра. Ну, тут последние игры за последние 3-4 года нашей студии проиллюстрировано все персонажами из них. Самые реальные персонажи, получается, самые запоминаемые. На самом деле, почему-то, когда у них есть реальные прототипы. Когда они на кого-то похожи. Разная степень похожести. Они могут быть просто не похожи. Но когда ты сидел, выбрал себе человека, и сидел и рисовал его, как тебе кажется, чтобы не получилось в итоге, это будет более живое изображение, чем ты делал из головы. Это проверено уже на сотнях художников. Вот. Тут, как бы, у всех этих персонажей есть реальные прототипы. Абсолютно реальные. Вот слева это вообще наш сантехник в доме. Закон комиксов тут же действует. В играх он действует 100%. Самые яркие персонажи, и персонажи, которые чаще всего запоминают, когда они используются в игре, чаще всего запоминают игрок, это отрицательные персонажи. Не знаю почему. Они всегда ярче прописаны в сценариях, они всегда ярче прорисованы, и их лучше всего запоминают. Всегда. Вот. То есть, всякие такие злыни. Даже если игра типа HDO, то есть игра, в которой там мультипликационные вставки, либо какие-то комиксные вставки между локациями, развитие сюжета, либо что-то еще, когда есть какие-то персонажи, желательно рисовать персонажей в разных позах, в разных ситуациях, от двух там до 15-16, каждого. Тогда есть из чего выбирать, и плюс я потом объясню дальше. Персонажи, которые даже не идут в игру, они все равно используются и работают. То есть, разные ситуации, разные костюмы. Вот это и есть такой большой очень портал, iPhone Application List. Вот это их главный символ. Вот их на самом деле было отрисовано, я за месяц их нарисовал 184 разных. Вот, они там рендомно меняются, то есть на неделю 5 штук. Как бы рендомно они подставляются, когда заходишь. Вот, но их на самом деле очень много. В играх стоит помнить о том, что персонажи, кстати, стоит подгонять под времена года. То есть, если ты выпускаешь обновление Рождественское, опять же, даже если персонажи не связаны, как бы не участвуют в игре, участвуют там перебивками, заставками и так далее, то стоит делать там новогодние, весенние обновления, летние. Это все помогает продаже игры, на самом деле, вот эти апдейты. И стоит здесь задействовать персонажей, стоит их разрисовывать соответствующе, рисовать соответствующе в разных одеждах. Ну, чем больше, я уже говорил, собственно, чем больше персонажей, тем легче, как бы, раскручивать игру, и тем легче использовать. Просто потому, что это все используется. Вот этих зомби у нас отрисовано 24, на самом деле в игре участвуют, не помню, 15, по-моему, вообще. То есть, пользователь видит в игре. Ну, для раскрутки игры, скажем, мы запустили такую штуку, как бесплатное приложение с обоями из этой игры, которое вдруг скачало, ну, примерно половину. То есть, если игрушку там в течение полугода скачало, по-моему, 300 тысяч пользователей App Store, то эту штуку за месяц скачало около 100 тысяч. И бесплатно обои просто с персонажами игры, даже без указания игры. Вот. И это очень сильно поднимает продажи. Характерные герои лучше, гораздо лучше раскручивают игру. И герои, которые имеют какие-то яркие эмоции, яркие, отличительные детали, они гораздо лучше раскручивают игру, чем, скажем, какие-то нейтральные, чем, ну, просто тот же тупо стоящий Холмс или какой-нибудь эльф. То есть, если этот эльф будет, пардон, блевать в углу или что-то еще, то люди, которые это увидят, скачают в два раза больше людей такую игрушку, которые увидят единственного персонажа из нее. То есть, можно относиться к этому праздному, но это реально помогает продавать, продвигать игру. Вот. Значит, у нас получилось, вот совсем недавно я с этим столкнулся, получилась абсолютно уникальная ситуация, когда нам начали вдруг заказывать персонажей из нашей игры, существующей. Люди хотели их на футболки, на майки, вплоть до того, что мы артбук выпустили на Амазоне. Вот. И мы столкнулись с несколькими магазинами. Есть такой тип бизнеса, называется Printed Package. Очень сильно помогает при самой раскрутке игры. И плюс к этому, ну это не сравнимо, конечно, с деньгами от игры, но они дают существенный доход на самом деле. То есть, там можно заказывать кружки, майки со своими изображениями, все что угодно. Они располагаются где-то в централизованный офис, но, скажем, у них заказывают в Италии футболку, они печатают и в итальянской фирме, и из Италии же отправляют по конкретному адресу. И так по всему миру. Вот несколько, на самом деле их вменяемых не очень много. Вот Кафе Пресс, Херлес, они хорошие. Вот есть русский, принтер Уру, но у него беда в том, что он как бы не работает. Они отправляют по всему миру, но они не работают с английским языком вообще, сам сайт. У них очень сложный движок, где можно рисовать в онлайне, себе рисунки, где можно помещать все, что угодно, редактировать, но при этом абсолютно нет английского языка, что для нас убивает все его достоинства, этого магазина. Персонажи, вот здесь примерно показано, как мы пришли к мысли о характерных персонажах. Вот слева игра Шерлок Холмс, черный квадратик с желтым силуэтом. Он очень нравился, он графичный такой. В итоге игра была продана, если я не ошибаюсь, около 2000 игр в течение месяца, что ли. После этого, это было давно, это было 4 года назад или 5, я даже сейчас не помню. После этого мы сменили иконку главным персонажем, как вы видите. Игра была продана за месяц, кроме апдейта, больше 100 тысяч раз. То есть абсолютно неожиданно. То же самое справа. Но справа, это у нас есть такой кролик для тестирования. У нас есть часть бесплатных игр, на которых мы экспериментируем. Мы подставляем разные рожицы на эти вот. Ну и с персонажей игры, кстати, на иконки. Мы подставляем всякие, пытаемся эти вот продающиеся дополнения и так далее. И пробуем, что сработает, что нет. Но вот слева, например, учитывая, что она бесплатная, учитывая, что ничего не изменилось в раскрутке, собственно. Когда был малиновый значок у игрушки, ее скачали. Скачки были в районе 5, по-моему, 7 закачек в день. Когда мы сменили значок на зеленый, в первую же неделю было, по-моему, 7 или 8 тысяч закачек. То есть люди, видя на главных страницах, если не фьючерицы игра, то не на главных, листая, они реагируют в первую очередь на какие-то характерные яркие пятна, на эмоции. Вот, собственно, еще о чем бы я хотел сказать, что инструменты в любом случае, программы, инструменты, они могут быть какими угодно, но это должно быть профессионально. Вот VACOM в этом случае легче гораздо, потому что в VACOM просто нет альтернативы. Это единственный производитель профессиональной техники для художников. Также у Coral есть программа, у которой нет альтернативы. Coral Painter. Это единственная существующая профессиональная программа для художников. Других нет. Именно поэтому Painter нигде не рекламируется, потому что там у того же Coral Draw иллюстратор. В разных странах относятся по-разному. Вот по опыту художников Индонезии, там которых даже, не знаю, тысяч сорок векторщиков в Индонезии, у них Илом владеют реально пару тысяч всего из них. Вот. В Англии, например, наоборот. Коралом владеет достаточно мало людей, больше владеет Илом. Но тут они бодаются постоянно, это вопрос скорее цены. остановятся. Ну, вот как бы так. Я чуть-чуть не подрасчитал, получилось чуть покороче. Вот. Поэтому, если есть вопросы. Да. Вопросы? Есть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что вы продавали свою книгу, да, артбук на Амазоне. А как это у нас в Украине делается с юридической точки зрения? Легко это сделать, продавать вот в США на Амазоне что-то? Или это нужно какие-то финансовые? Юридически мы гонконгская фирма. А, спасибо. Хорошо. Мы успели по времени. И давайте поблагодарим Евгения. Спасибо.